Здравствуйте! Вы смотрите программу Грядки в порядке в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня, дорогие дачники и цветоводы, мы вам расскажем еще об одном удивительном цветке. Вы все наверняка его знаете, но далеко не все знают, как он правильно называется. Наталья Викторовна, давайте скорее рассказывайте, как зовут этого красавца и все особенности его. Этот цветок называется Сингониум. Но вначале я хотела бы сказать, что, конечно, каждая хозяйка, которая занимается комнатным цветоводством, она, конечно, сажает растения, которые ей нравятся. Те цветы, которые она любит. Некоторые любят большемеры, большие цветы в крупных катках, в горшках, а некоторые, наоборот, создают мелкие композиции у себя на подоконнике. Но прежде чем покупать растение, вы должны четко знать, где оно у вас будет расти. И в первую очередь вот это требование относится к Сингониуму. Потому что это удивительное растение. Оно может расти на стене в кашпо в виде лианы. То есть красиво его веточки, вот эти листочки будут свисать в кашпо в виде ампельного растения. Кроме того, вот этот Сингониум может быть вьющимся растением. То есть если вы поставите ему опору, оно будет обвивать эту опору и будет очень красиво выглядеть, как вьющее растение. А можно его вырастить в виде кустика, делая ему вовремя подрезку, обрезку, формировку. Тогда оно будет кустовое. И вот такое удивительное растение произошло из теплых мест Южной и Центральной Америки. Там оно растет в виде лианы. И даже в комнатных условиях она тоже растет очень быстро, дает много листвы и достигает до 5 метров в длину при хорошем естественном уходе. Поэтому растение такое замечательное и красивое. Наталья Викторовна, многие, кто сейчас смотрит нашу программу и видели это растение, скажут, ведь его нельзя выращивать в домашних условиях. Вот все-таки мы сегодня развенчаем этот миф. Я хочу сказать о сингониме в его пользу. Что говорит о его положительных качествах? Что растение, я уже сказала, что может выращиваться в тройном виде, оно еще необычно тем, что оно меняет свою окраску листьев, меняет форму даже листьев. Вот этот лист, он стреловидный. А потом, по мере роста растения, оно бывает и овальным, и лопастным. Лопастная форма листочка. Бывает с прожилками, с крапинками. То есть оно очень переменчиво. И это растение, коль оно переменчиво, оно очень полезно для любителей комнатных цветов. Его полезно держать в квартире, где люди живут, которые привыкли жить по старинке, живут старыми взглядами на жизнь. Считают, что все хорошее было только в прошлом. Впереди их ничего хорошего не ожидают. То есть такие ретрограды, скептики, люди с таким неуживчивым характером, довольно сложным. Так вот это растение, оно поглощает негативную энергетику дома, оно ее очищает и наполняет энергию дома свежими веяниями и стремлением к познанию чего-то нового. Помогает людям раскрепоститься, изменить свой характер. Но многие скажут, что ерунда, что ну как растение может повлиять на меня, я посадила себе сингоним, и я что, на следующий день не изменилась. Но согласитесь, когда у вас растут растения в квартире, вы ухаживаете за ними. К одному вы относитесь лучше, к другому хуже. Что-то вы любите больше, какой-то цветок, какой-то меньше. Я, например, когда ухаживаю за растениями, я с ними разговариваю, и мне кажется, что они меня слышат. Но оно, наверное, так и есть на самом деле. Не наверное, так оно и есть. Потому что я уже говорила, некоторые растения чувствуют состояние душевное или болезненное состояние своего хозяина, тоже реагируют. Да, если хозяин заболел или плохо себя чувствует, оно тоже паникает, сбрасывает листву. То есть растения – это живые существа, которые откликаются на наш с вами уход. Вот представьте на минуту, что мы в квартире меняем все растения живые на искусственные. И вот в нашей студии, где у нас на стеллажах стоят на полках живые цветы, вот мы сейчас поставим с вами искусственные цветы мертвые, да? И мне кажется, вот состояние души будет у человека совсем другое. Какой-то будет пустота и вакуум. Они не будут с вами не разговаривать, не будут не выделять кислород в воздух, не будут очищать этот воздух. То есть все-таки энергетика, да, между человеком и растением существует. И вот то, что вы спросили, Маша, я хочу вам ответить на этот вопрос. За сингониумом тянется, к сожалению, не очень хорошая слава. Вот если мы хвалим другие растения, денежное дерево, мы говорим о том, что оно притягивает денежное благо в квартиру. Есть растения, которые вообще нас лечат, да, тоже алоэ, лимонное дерево, они убивают там 70-80%. К хлорофиту, да, это вообще у нас чистящее как бы средство, да, очистка воздуха происходит в доме, где растет хлорофитом. То за сингониумом, да, вот тянется такой шлейф, не очень хороший. Считается, ну, по какому-то поверию, что это растение как бы мужегон. То есть мужчина, оно как бы из дома выгоняет. Но это считается не только, вот такая слава тянется за сингониумом, но это относится к плющам различным, вьющимся растениям, и филодендронам, различным традисканцам, тем растениям, что плетутся, вьются. Но я не знаю, чем это объяснить, откуда пошла вот эта примета. Может, все они знают. Вот, понимаете, растение, которое, наверное, плетется, вот оно тянется, тянется к двери, наверное, и как мужчина стремится, наверное, покинуть помещение. Но, знаете, как про мужчин говорят, мужчина это как клубок, даешь ему слишком много воли, он распускается. Даешь мало, он сматывается. Так, наверное, и наше растение. Когда оно плетется, тянется к двери, и, наверное, это тенденция мужчины покинуть этот дом. Но я хочу сказать, что я знаю много семей, где прекрасно себя чувствует сингониум, растет себе припеваючи, а семья счастливая и благополучная. Но скажите, как может от растения зависеть счастье семьи? Наверное, это зависит, в первую очередь, от женщины. Какая будет обстановка в семье? А растение, если оно вас радует, доставляет вам удовольствие, вы на него с удовольствием смотрите и ухаживаете за ним, то пусть оно растет и радует вас. А если вы действительно такой скептик, очень верите в приметы и как-то тревожно у вас на душе, не заводите это растение, а тут на нет и суда нет. Поэтому я за сингониум, мне оно очень нравится. И я советую, если человек хочет поменять свою жизнь, направить свою энергию на что-то новое, на познание нового, поменять свой характер, внести что-то новое, свежее в свою жизнь, сажайте сингониум. Миф мы развеяли. Развеяли, я думаю, что развеяли. Сажать сингониум дома нужно и можно, и ничего страшного в этом нет, ни семья, ни одна не распадется. Да, это немножко от других причин зависит все-таки. Наталья Викторовна, как правильно ухаживать за этим растением и что оно любит? Еще один плюс, то что оно такое нетребовательное, такое безобидное, неприхотливое, вот растет себе, цепляется своими вот этими корешками дополнительными, вьется, набирает массу вегетативную. И оно может украсить практически самый неприметный уголок вашей квартиры, создать в вашей квартире комфорт, уют, такой зеленый уголок сделать. А требования самые-самые простые. Конечно, многие растения любят свет, а вот сингониуму свет яркий не нужен. И оно будет прекрасно расти вот посредине комнаты. Не нужно, конечно, его загонять в самый темный угол квартиры, а вот посредине, где не каждый цветок выдержит, сингониум будет замечательно себя чувствовать. Ему не нужны яркие солнечные лучи. Наоборот, если вы поставите на яркий подоконник, он немножко будет блекнуть, зеленая окраска будет слабеть у него. А вот самый центр комнаты для него то, что нужно. И температура комнатная замечательно для него подходит и зимой, и летом. Летом пониже температура, ну, знаете, какие условия нашей комнаты. И сухой воздух для него подходит. Единственное, что любят поливы, такие не редкие, а вот обильный полив, чтобы вода протекала в поддом, потом из поддона ее нужно удалить. И поливать ее где-то раз в 3-4 дня. Зимой поливы пореже делать. Но не любят, чтобы его пересушивали. Это он не любит. Сразу листья начинают терять свою декоративность. А что очень любят, так это опрыскивание. Вот пульверизатор должен стоять, и вот водичка отстоявшаяся тепленькая. Опрыскивать, можете устраивать ему в ванный день, заносить его в ванну, делать ему такой душ. Вот, или протирать влажной салфеткой, листочкой, чтобы не накапливалась пыль, чтобы он хорошо дышал. Вот, конечно, пересадку любят. Пересадку, как все растения любят. Потому что раз в году, вот, небольшие растения нужно пересаживать. Если у вас большой сингониум, пересаживайте раз в 2-3 года. Вот, конечно, мы во время пересадки и меняем почву, добавляем питательного грунта. И меняем ему новый горшок, где корневая система может лучше развиваться. Поэтому пересадки, конечно, необходимы. И подкормки. Естественно, подкормки, как любому цветку, мы здесь не открываем ничего нового раз в, ну, хотя бы в месяц, жидким раствором минеральных удобрений. И он будет очень благодарен вам за подкормку и за своевременный полив. Наталья Викторовна, как правильно размножить сингониум и можно ли это сделать в домашних условиях? И можно его черенковать для размножения. Когда вы хотите его размножить, допустим, там, еще раз садить его или раздать его друзьям, вы вот эти верхушечные череночки обрезаете и укореняете. Можно укоренять вот этими кусочками стеблей. Если вы, допустим, срезали длинный побег, вы вот этот кусочек стебля, где-то длиной 10 сантиметров, можете точно так же укоренить. Он даст корни. Укоренять его или в грунте торф с песком пополам. Опускаете его, присыпаете немножко, делаете влажную такую тепличку, он хорошо укореняется. А можно укоренить элементарно в обычной кипяченой воде. Вот закипятили воду, остудили ее и поставили или вот этот кусочек стволика, или верхушечный череночек. И растолкли таблеточку активированного угля для лучшего укоренения. И обязательно пускает корни хорошо. Маленький росточек обязательно сажайте в небольшой горшочек. Не сажайте сразу в большой вазон, потому что растению тяжело будет. Вот небольшой горшочек диаметром 10 сантиметров. И пока у вас маленькое растение, ему будет этого вполне достаточно. Наталья Викторовна, как правильно это растение формировать? Потому что я думаю, что здесь возможностей вариантов огромное множество. В принципе, мы сказали, что оно может расти как ампельное. Под весном кашпо. И вы его направляете на стены. Можно делать какие-то опоры для того, чтобы оно цеплялось своими вот этими побегами. Направлять вот эти побеги в разные стороны от кашпо. Можно выращивать как вьющиеся. И когда вы выращиваете его как вьющиеся, обязательно нужно ставить ему опору. Вот в данном случае у нас стоит вот такая бамбуковая решеточка. Есть бамбуковые палочки, а есть еще большие такие муховые трубки. Вот когда у вас большое растение, вы ему ставите вот эту муховую трубку в центр горшка. Вот пересаживаете растение, большую трубку поставили, насыпали дренаж, почву, посадили растение туда. Обязательно расправили все корешки по кругу, присыпали сверху хорошей почвой, полили. И вот по этой трубке растение будет у вас плестись. И будет очень красивый экземпляр. А если вы не хотите, чтобы растение у вас плелось, давало новые побеги, вы можете его обрезать буквально через 20-30 сантиметров. Делать обрезку. И тогда оно будет у вас расти красивым пышным кустиком. Оно не будет давать вот эти длинные побеги. А еще, когда он растет кустиком, очень красиво его декорировать. Вот такие есть рыхлилочки в магазине для комнатных растений. Вот можно украсить свой горшок, поставить вот такую рыхлилку. И когда, допустим, вы полили растение, очень удобно этой рыхлилкой прорыхлить почву. Есть вот такие различные украшения для цветов. Это могут заниматься ваши дети. Они могут любое растение вот так украсить. Вот хорошо задекорировать вот это наше с вами растение, лиану. И у вас будет растение очень красиво смотреться. Но в нашем случае у нас растение растет в наших условиях рабочих. Поэтому, конечно, ему может быть и мало света. А в домашних условиях, я думаю, что любая хозяйка, она будет очень тщательно ухаживать за сингониумом. Хотя мы за своим тоже стараемся ухаживать, но ему не очень достаточно света. Поэтому мы вот сейчас его направили на вот такую бамбуковую опору. Сегодня мы вас познакомили с удивительным, таким простым выходит цветком, как сингониум. Ничего не опасайтесь, смело сажайте это растение у себя дома. Не верьте плохие приметы, и растение будет вас радовать своей пышной зеленой листвой. Это была программа «Грядки в порядке». Оставайтесь на канале ОТВ. Всего доброго и до свидания. До свидания.